Больше половины всего населения Земли страдают от расстройств пищеварительной системы. Это поражающее воображение статистика. Каждый девятый из десяти жителей мегаполисов имеет те или иные болезненные изменения в желудочно-кишечном тракте. В эфире телеканала ОРТ программа «Жизнь здоровых людей» и с вами я, ее ведущая Ирина Кеменева. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о гастроэнтерологии, желудочно-кишечный тракт и его жизненно важные аспекты. Когда речь заходит о системе пищеварения, сразу вспоминаются слова «мы – это то, что мы едим». Можно добавить «когда едим» и «сколько едим». А еще «как часто мы обращаем внимание на тревожные симптомы, которые подает нам организм». Эта проблема появилась у меня в 90-х годах. И, наверное, это на фоне студенческой жизни, наверное. Это отсутствие питания своевременного. То есть боли в желудке. Я обратилась к врачу, и с 90-х годов я неоднократно оперировалась. Али Гумеровой 62 года. Почти ежегодно ей удаляют вновь возникающие полипы желудка. Проблема, возникшая в юности и начавшаяся с банального, как принято считать, гастрита, перешла в хроническую рецидивирующую форму. Я сижу на диете, я употребляю все препараты, которые мне рекомендуют врачи. Очень слежу за этим, но однако же… А у кого-то в семье какая-то наследственность? Нет, наследственности нет. Маме 90 лет, она даже не знает, что такое полипы, что такое болезнь желудка. Жизнь такова, что мы не всегда следуем диете, рекомендациям. Но, наверное, это самое главное. Малоинвазивная операция – это хирургическое вмешательство в организм без разрезов. Основным отличием данной операции от обычной является то, что она происходит через точечные проколы ткани, либо через естественные отверстия организма. Малоинвазивные операции бывают двух видов. А именно – лапароскопия и эндоскопия. У нас больная поступила на плановое оперативное лечение. Полип желудка рецидивный. В марсе убирали полип. Опять у больной вырос в антральном отделе полип. На гистологии гиперпластический полип желудка. Сейчас мы зайдем в желудок, найдем полип. Вот он, полип антрального отдела. Вот он, на широком основании, на передней стенке. После удаления все полипы обязательно отправляются на гистологическое исследование целиком. Даже если мы имеем перед операцией биопсию доброкачественного полипа, то есть мы уверенно идем на удаление полипа целиком, зная, что это доброкачественный. Все равно при удалении мы отправляем целиком еще полип еще раз на пересмотр уже полностью. Потому что бывают случаи, что внутри доброкачественного полипа находятся клетки злокачественного перерождения. То есть он уже на стадии перерождения. Больные после удаления обязательно контролируются. Эндоскопическое исследование любого органа может носить диагностический, лечебный или смешанный характер. Проводится оно как в плановом, так и в экстренном порядке, в зависимости от клинической ситуации. Процентов 80 из всех наших исследований – это гастриты различной теологии, геликобактер ассоциированный, атрофические гастриты, эрозивные гастриты, просто поверхностные. Как случайные находки может быть и что угодно. И народные тела, мелкие какие-нибудь, про которых пациент даже не знает. Язвы очень часто попадаются. Так же, как случайные находки может быть и язва, потому что не все язвы вызывают болевой синдром. Прикол на скопии очень часто, опять же, за последние лет 5, наверное, очень часто мы находим, к сожалению, злокачественных новообразований. Говоря об экстренных состояниях, можно выделить одно серьезное осложнение многих заболеваний желудочно-кишечного тракта – это кровотечение. Остановка кровотечения осуществляется на начальном этапе, чаще всего с помощью эндоскопических методов. В случае их неэффективности хирурги идут на расширенную операцию. Какие элементарные правила нужно соблюдать, чтобы сохранить свой желудочно-кишечный тракт здоровым на всю жизнь? Что предлагает современная медицина для лечения гастроэнтерологических болезней? Смотрите далее в программе «Жизнь здоровых людей». Профилактика органов пищеварения является одной, самой, наверное, основной даже проблемой для того, чтобы пациент не попал лично ко мне как к гастроэнтерологу, к моим коллегам и для исключения какой-либо злокачественной органической патологии. Считается самым повреждающим фактором, почему-то так обывательски, это неправильное питание, нерегулярность приема пищи, употребление фастфудов, сладких газированных напитков. Но, к сожалению, неправильное питание – это не первоочередной фактор для поражения органов пищеварения. На первом месте все-таки считается причина алкоголь. И до 80% заболеваний органов, таких как печень и поджелудочная железа, этиологический фактор – это алкогольное повреждение. Является обострение хронического панкреатита при приеме алкоголя, также появление острого панкреатита или острого алкогольного гепатита. Считается, что 50 граммов этанола в сутки уже может привести к повреждению органов печени или поджелудочной железы. Если рассматривать второй фактор, такая большая группа – это медикаментозные препараты, которые самостоятельно назначаются пациентами, а также назначаются специалистами широкого профиля. Но стоит обратить внимание на распространение биологически активных добавок в наше время. Пациенты самостоятельно их себе покупают, выписывают и считают, что это очень хорошо и восстанавливает, наоборот, их здоровье. Но на самом деле это не настолько все правда, потому что препараты данной группы не сертифицированы, у них нет каких-либо побочных указанных действий, и поэтому пациенты чаще всего приходят с тактическими поражениями непосредственно ко мне и к терапевтам. И причем токсические поражения печени, они очень сильно выражены, и мы с трудом восполняем эту картину, возвращаем их здоровье. Ну и на третьем месте все-таки это пищеварение, нарушение приема пищи, регулярности приема пищи. Поэтому стоит обратить на это внимание. Но с какими жалобами чаще всего пациент придет к врачу, и что наведет врача широкого спектра терапевтов, либо узких специалистов, чтобы перенаправить гастроэнтерологу, это такие жалобы, как дискомфорт в животе, вздутие в кишечнике, которое раньше не было и не связано с приемом каких-либо препаратов или продуктов питания. Это непосредственно боли в животе, различные локализации, либо в каком-то определенном участке. Если у пациента появляется тошнота или рвота, то тогда стоит обратить внимание на свое здоровье и обратиться к специалисту. Если рвота носит неукротимый характер, не приносит облегчения, если вы жалуетесь, как пациент, на рвоту кофейной гущей, или у вас кал черного цвета, мы называем диктеобразный стул, тогда это группа такая острой настороженности, красные флаги мы называем, если это кровотечение в верхних или нижних отделах желудочно-кишечного тракта, если у вас длительная лихорадка, которая купируется, снимается приемом жаропонижающих препаратов, но вновь возникает, если это длительная аномия, то, пожалуйста, быстрее вызывайте либо скорую помощь, если это желудочно-кишечное кровотечение, или неукротимый рвота, или по-быстренькому обращайтесь к врачам. Нужно правильно питаться, чтобы не повредить свой замечательный желудочно-кишечный тракт. Обязательно должно быть у вас три основных приема пищи. По калорийности они должны быть хорошими, в плане того, что завтрак, обед и ужин, максимальная калорийность и максимальный объем пищи должен прийти на обед. Обязательно 2-3 перекуса. Что касается перекусов, это можно допустить прием орехов, это можно принимать кисломолочные продукты, фрукты. В отношении фруктов тоже очень интересный вопрос. В сутки диетологи рекомендуют употребление около 500 грамм фруктов, но за исключением крахмалистых фруктов. Интересный еще вопрос, и часто задают такие пациенты, а как правильно пить жидкость во время еды? До еды, после, через час было какой-то одно момент бытовало такое мнение. Что касаемо воды? В сутки 8 стаканов воды. Пусть это будет кофе, пусть это будет чай, пусть это чистая вода, негазированная. Но, опять-таки, кофеманы просьба ограничить все-таки кофе в своем объеме, потому что там уже идет повреждение больше сердечно-сосудистой системы. Пусть это будет просто жидкость в виде некрепкого чая и просто газированной воды. Воду можно употреблять сразу после еды. Если у вас есть проблемы со стулом по типу запоров, то рекомендовано за час до приема пищи употреблять стакан воды. Тогда мы запускаем процесс пищеварения. И, во-вторых, таким образом мы снижаем, повышаем чувство насыщаемости для пищеварения. И, соответственно, пациент, если страдает ожирением, будет употреблять меньшее количество пищи. В отношении еще таких продуктов, как трансжиры. Это очень распространенное сейчас слово у нас. И внимательно читайте, из чего изготовлены ваши продукты, если вы питаетесь фастфудом. Трансжиры, свободные сахара лучше всего ограничить. И ограничить всего именно соль, натрий, именно натрий, хлорид. Вот в этом отношении лучше ограничить. А так питание должно быть разнообразным. Монодиета все равно, как бы то ни было модно, сейчас не используется. Все диетологи и любимое направление нутрициологов – это разностороннее питание с соотношением правильных белков, жиров и углеводов. В Российской Федерации запущена программа онконастороженности. Врач-гастроэнтеролог на первичном приеме может предварительно поставить онкологический диагноз под вопросом и отправить на быстрое дальнейшее обследование к специалисту-онкологу. В Оренбурге и области на базе четырех стационаров уже созданы первые центры амбулаторной онкологической помощи – ЦАОП. К 2024 году их в области должно быть 17. Круугольным камнем современной хирургической философии является минимизация операционной травмы. То есть классические открытые операции, которые ранее выполнялись через большие доступы, в настоящий момент ушли в прошлое. Минимизация агрессии доступа является ключевым моментом для создания пациенту комфортных условий в послеоперационном периоде. Также ключевым подходом современной хирургии является так называемая fast-track хирургия или быстрая хирургия, в переводе с английского, которая подразумевает максимально раннюю активизацию пациентов в послеоперационном периоде. И как раз современная лапароскопическая хирургия является ключевым моментом. То есть отсутствие большого доступа – это минимизация послеоперационной боли. Мы всецело следуем в фарватере вот этих всех современных подходов, поэтому мы являемся агрессивными сторонниками современных подходов лапароскопической хирургии, в том числе и в сложной лапароскопической хирургии. Мы внедрили и постоянно выполняем на потоке лапароскопические вмешательства при патологии печени, то есть мы выполняем лапароскопические резекции печени, лапароскопические резекции поджелудочной железы, мы выполняем хирургию надпочечников лапароскопическим доступом, мы кулерактальную хирургию делаем лапароскопические и так далее. То есть практически абсолютно всю патологию брошенной полости мы выполняем при помощи современных малоинвазивных технологий. Все лапароскопические операции на желудочно-кишечном тракте, начиная от простых до высокотехнологичных, осуществляются в Оренбургской области бесплатно – по полису ОМС или по бюджетным ассигнованиям квотам. Поэтому смело отстаивайте свои права и добивайтесь результата. Хирургия должна быть современной. То есть она должна быть современной не только в Москве, в Питере, например, в Казани, Екатеринбурге. Она должна быть современной у нас, как и в любом другом городе Российской Федерации. Чтобы делать сложную хирургию, нужно сложное современное оборудование, сложные современные расходные аппараты, современные видеосистемы лапароскопические, современная энергия, то есть коагуляторы, то есть те, грубо говоря, щупальцы, которыми мы работаем в животе, всё это должно быть современным. Одной из главных своих задач – считаем обучение всех хирургов нашей Оренбургской области современным подходом. Вот один из компонентов этого – это те циклы по эндоскопической хирургии, которые мы проводим для обучения хирургов. В настоящий момент мы уже обучили более 50 человек. Ну, не то что мы прошли обучение через нашу кафедру более 50 человек. Ключевой момент обучения – это тренажёр, на котором хирург осваивает навыки работы в двухмерном изображении. То есть смысл лапароскопической хирургии заключается в том, что, как в народе говорят, опираться на телевизоре, да, существует видеолапароскоп, который транслирует изображение на монитор, и мы, работая в двухмерном изображении, так сказать, осваиваем навыки. Ну, самый простой навык – это перекладывание спичек, да, из одной коробочки в другую мы берём и перекладываем, да, обязательно левой рукой. Хирург вообще, в принципе, должен быть амбидекстером, то есть владеть левой рукой так же хорошо, как и правой. Особенно в лапароскопической хирургии, потому что лапароскопическая хирургия требует сложной координации инструментов между собой. Оперируем через инструменты, как мы называем это, через клешню, через щупальцево в животе, да, мы сохраняем вот этот тактильный чувствитель, мы чувствуем конец инструментов. Но в любом случае это новый навык, который формируется. И мастерство – это количество правильно воспроизведённых повторов. То есть это рефлекс, который вырабатывается. Ничего страшного, газы пойдут, это дело техники, не переживайте. Живот забурлил, он заработал. Внутри там достаточно большой был объем. Накануне нашей съёмки этому пациенту была сделана лапароскопическая операция по удалению грыжи. Прошло меньше суток. Дмитрий Активин строит планы на выписку и на будущее занятия любимым спортом. Как обнаружил, я спортом занимаюсь. И, видимо, от перегрузок, была раньше операция, и, видимо, от перегрузок появилась вот грыжа. Да никаких симптомов не появилось, я просто увидел чисто визуально. И всё, то есть ничего у меня не болело, ничего меня не беспокоило визуально. Это в самом начале произошло, видимо. Дмитрий своевременно обратился в поликлинику по месту жительства. В течение полутора недель ему было проведено обследование и предложена плановая лапароскопическая операция. Вчера у меня была операция, да, вчера у меня... Ну вот, вы видите, как я хожу с вами, разговариваю самостоятельно всё. Какие планы? Когда возвращаться к тренировкам? К тренировкам сказали, через полгода не раньше. То есть пока всё это там не срастётся, не заживёт. То есть всё будет отлично? Я не сомневаюсь вообще, не грамм в этом. Механизм пищеварения в системе координат человеческого организма находится на совершенно особом пьедестале почёта. И, безусловно, кирпичики бытия, качество жизни и движения вперёд – всё это напрямую зависит от здоровья в этой самой системе. Поэтому уделяйте внимание себе, прислушивайтесь к своим близким и берегите здоровье, оно бесценно. Программу из цикла «Жизнь здоровых людей» вы сможете пересмотреть на официальном сайте телеканала ОРТ media56.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова